Сегодня мы с вами продолжаем лекцию, рассматриваем методы и технологии получения наноматериалов основанных на различных вариантах смешения исходных компонентов. Мы уже с вами эти методы рассматривали. Давайте вернемся и еще раз вспомним эти методы. Во-первых, это растворные методы. Первый метод – это метод химического осаждения. Мы с вами рассматривали. С помощью метода химического осаждения нитраты, оксалаты, ацетаты смешивали с гидроксидами металлов. И получали гидроксидные осадки, которые затем высушивали и проводили термообработку. Можно было с помощью этого метода получить простые или сложные оксиды. Второй метод, который мы с вами разобрали, он очень большой, он хорошо отписан. И в литературе очень много методов полученных, вернее много наноструктурных материалов полученных этим методом. Это зой-гель-метод. Сегодня мы с вами будем рассматривать гидротермальный метод. Когда мы говорим гидротермальный метод, значит, это имеется в виду при повышенной температуре и при давлении. А, значит, эти вещи, они всегда проводятся с помощью оборудования, которое называется автоклав. Ну, давайте, что такое гидротермальный метод. Сущность гидротермального метода заключается в нагревании солей, оксидов или гидроксидов металлов в виде раствора или суспензии при повышенной температуре, обычно 300 градусов и, конечно, давлении до 100 мегапаскаль. При этом в растворе или коллоидной системе происходят химические реакции, приводящие к образованию продукта реакции простого или сложного оксида. В последние годы для получения нанокристаллических осадков материалов на все более широкое применение находят гидротермальные методы, которые позволяют управлять морфологией дисперсного продукта за счет варьирования параметров проведения процесса, а это температура, концентрация раствора, продолжительность процесса и так далее. Гидротермальный синтез проводят в автоклавах, я вам уже говорила, да, чаще футерованных тефлоном, объемом 50-300 мл. Продолжительность обработки варьируется от 10 минут до 24 часов. Высокое давление увеличивает температуру кипения, поэтому процесс можно проводить при более высокой температуре, чем водных растворах при атмосферном давлении. С увеличением температуры увеличивается, конечно же, растворимость веществ. Осаждение продукта реакции происходит медленнее. А чем медленнее происходит осаждение продукта, тем более мелкие вещи вы получите. Кристаллы продукта получаются более мелкими, чем при осаждении, конечно, в обычных условиях. Вот в чем, значит, основное отличие, да. Гидротермальный синтез проводят в двух режимах. 1. Для синтеза оксидных порошков методом высокотемпературного гидролиза используют водные растворы соответствующих нитратов от 0,01 до 4 малярных с PH от 0,1 до 2. Это синтез оксидных порошков методом высокотемпературного гидролиза. 2. При гидротермальной обработке гелий-гидроксидов их осаждение проводят из растворов соответствующих нитратов 0,25 до 0,05 малярных растворов, добавляя раствор аммиакам или гидроксида натрия при интенсивном перемешивании магнитной мешалкой до величины PH в интервале 6 до 12 PH. 3. То есть вот гидротермальный синтез проводят вот в таких двух режимах. 4. После автоклавирования реакционный сосуд охлаждает до комнатной температуры. 5. Продукт гидротермального синтеза отделяет от маточного раствора фильтрованием на стеклянном фильтре либо центрифигированием, после чего промывает несколько раз дисплированной водой и сушит при температуре 80-100 градусов. В литературе описана методика гидротермального синтеза многих простых и сложных оксидов. Например, для синтеза гидротермальных условий нанокристаллических порошков ферритов цинка, цинк-феррум-2О4, феррита никеля, никель-феррум-2О4 и никель-цинковых ферритов в составе никель-0,2-цинк-0,8-феррум-2О4 и никель-0,5-цинк-0,5-феррум-2О4. Была использована методика, основанная на предварительном осложнении аммиаком, соответствующих аморфных гидрофилов, для оптимальной и предварительной установленной для всех систем лечены pH 8, последующей гидротермальной обработкой геля. По этой методике были синтезированы нанокристаллические, вот как на этом рисунке, образцы никель-цинковых ферритов в составе цинк-х, никель-1-х, феррум-2О4. То есть вот такие вот выглядите. Согласно имеющимся сведениям, гидротермальным методом был проведен синтез нанокристаллических порошков различных модификаций оксида циркония и титана с мерами частиц от 3 до 30 нанометров. Значит, вольфромат кальция с размером частиц 20-40 нанометров. Вольфромат кальция был получен по реакции при pH равной 9. Значит, pH доводили с помощью аммиака. Ну вот смешивали две соли хлорид кальция, водный раствор, плюс вольфромат натрия. Значит, выпадала соль кальция вольфром-О4 и натрий хлор. Среди этиленгликоля или полиэтиленгликоля. Затем, значит, вот этот осадок фильтровали, сушили и, значит, подвергали термической обработке, получали размеры частиц 20-40 нанометров. Гидротермальный метод получил широкое развитие в последние десятилетия благодаря сравнительной простоте, дешевизне. Из оборудования необходим только автоклав и по возможности получения практически монодисперсных нано-порошков со размером частиц в единицы нанометров. Еще раз, в единицы нанометров. Почему? Да потому что мы здесь уже говорили, что если реакция происходит, осаждение продукта происходит медленно, присталы получаются мелкими, что и следовало доказать. Ну и следующий метод – это метод комплексонатной гомогенизации. Данный метод является одним из наиболее эффективных и простых методов получения однородных смесей, исходных компонентов, входящих в состав синтезируемого продукта. При использовании приема гомогенизации компонентов на молекулярном уровне, то есть в растворах, очень важен выбор химического реагента, позволяющий находить в растворимом состоянии всем металлическим составляющим керамики. Для металлов с ярко выраженными котенообразующими функциями, это могут быть растворы нитратов соответствующих металлов. В случае, когда в составе керамики входит металл с они образующими функциями, допустим, такими как кетан, цирконий, неги и так далее, для переведения в раствор и удержания в растворе необходимы специальные методы с учетом особенностей химии переходных металлов. Наиболее распространенным способом в данном случае является применение комплекса образователей в различной природе, как органических, так и неорганических. В результате в литературе описаны глицин-нитратные, цитратные методы переведения и удержания в растворе компонентов синтезируемого сложного оксида. Дальнейшим развитием данного метода явилось использование полиядерных комплексонатов. Для химической гомогенизации с использованием полиядерных комплексонатов наиболее перспективными являются высокодентные комплексоны, широко применяемые в практической химии. Это 4-х основная этилен-диамин-кетрауксусная кислота ЭДДК, дентность ее равна 6, и 5-х основная диэтилен-триамин-кетрауксусная кислота ДТПК с дентностью 8. Высокая агентность этих комплексонов и особенности их строения делают возможным образование прочных пятичленных циклов практически со всеми котенами элементов металлов. Именно образование полиядерных гетерометаллических комплексонатов, то есть координационных соединений, в которых котионы нескольких различных по химической природе металлов связаны между собой, полиэдентными гигантами лежит в основе метода комплексонатной гомогенизации. Вследствие полиядерного комплексообразования при концентрации растворов гетерометаллических комплексонатов исключаются процессы расслаивания и селективной кристаллизации, а при полном обезвоживании растворы превращаются в стеклообразные твердые продукты, где все котионы распределены равномерно. При прокаливании твердых исходных веществ, представляющие собой полиядерные гетерометаллические комплексонаты, равномерное распределение котионов сохраняется и происходит образование оксидных материалов с высокооднородным распределением котионов. Данным методом были получены, например, титанат и цирконат, бария, манганит, лантана, стронция, вот эта форма. Существует несколько способов обработки растворов комплексонатов для получения из них порошка сложного оксида. Вот они эти способы. Во-первых, это упаривание раствора комплексонатов до сиропообразного состояния. При охлаждении и стоянии сироп застывает в виде прозрачного стекла. Во-вторых, гелификация растворов комплексонатов с последующим обезвоживанием при СВЧ-воздействии. Для создания в растворах полимерного геля используют акриламид. В 10 мл раствора добавляют 4 г акриламиды и проводят термополимеризацию раствора. Нагревание при 200 градусах в течение 10 минут в присутствии термоинициатора. Значит, альфа-азо-изобутил, изобутир-метрила. Образовавшийся гель подвергает микроволновому воздействию, то есть, ну вот, с мощностью 300 ватт в течение 10 минут. В-третьих, обезвоживание с используемым СВЧ-воздействием. Воды из растворов комплексонатов удаляют микроволновой при ЧИ до полного высыхания растворов. В результате образуются твердые пенообразные вещества. В-четвертых, метод сублимационной сушки замороженных растворов. Микрогранулы замороженных растворов получены их распылением в жидкий азот, подвергают обезвоживанию в сублиматоре при низком давлении 7 паскаль в политормическом режиме от минус 40 до плюс 20 градусов Цельсия. Прекурсор, полученный одним из четырех способов, далее подвергает термообработке около 700 градусов, в результате которой происходит разложение комплексонатов, выгорание парильмера, если он используется и образуется мелкодисперсный сложный оксид. Титанат бария, полученный с методом сублимационной сушки, представляет собой тонкий текучий парушок, кристаллы которого размером 200-400 нанометров, объединенных прочными агрегатами размером несколько микрометров. Цирконат бария, порошок с размером кристаллитов около 35 нанометров, объединенных в агрегаты размером от 100 до 350 нанометров. Порошок, вот сложный порошок циркония, лантана, марганца, в зависимости от метода удаления растворителя, растворитель имел размер частиц от 10 до 50 нанометров. Это все мы с вами разобрали метод комплексонатной гомоогенизации. Следующий метод, который мы с вами должны рассмотреть, метод замены растворителя. Метод замены растворителя основан на эффекте высаливания, резком уменьшении растворимости солей в водно-органических смесях по сравнению с чистой водой. Его удобнее всего применять к солям, которые обладают высокой растворимостью води и практически нулевого растворимостью в водно-органических смесях с малым содержанием органического компонента. Органические вещества, используемые в качестве саливающего агента, должны обладать неограниченной растворимостью води и относительно высоким давлением паров при комнатной температуре. Этим критерием в полной мере отличает ацетон, который чаще всего используется для гомоогенизации солевых растворов. Методом замены растворителя можно использовать также килловый и запропиловый спирт и другие. Специфика метода связана с необходимостью применения значительных количеств летучих органических веществ. К сожалению, делает этот метод экспрессный и интересный лабораторный метод получения керамических порошков, проблематичным для его промышленного использования. Но если коротко об этом методе, то этот метод замены растворителя. То есть, если вы хотите получить какой-то порошок с помощью именно этого метода, то он заключает вот в чем. Вы берете растворимую соль, ну какие-то нитраты, допустим, растворяете в воде и, допустим, добавляете ацетон. Ацетон, он хорошо растворим в воде, но он является высаливающим агентом. Тот металл, который, вернее, ту соль, которую вы растворили в воде, вот ацетон, пливая ацетон, ацетон будет высаливать эту соль из этого раствора. И получите, и получается, вы получите очень мелкие порошки. Вот, ну это очень экспрессный лабораторный метод, да, его можно применять и в лаборатории. Ну, если взять, допустим, ацетон, вот здесь еще написано, что можно применять этиловый, из-за этиловой эспирты. Это все, что касается метода замены растворителя. Следующий метод – синтез под действием микроволнового излучения. Синтез порошков под действием микроволнового излучения. Новый, впервые сведения о нем появились 10 лет назад, и быстро развивающийся перспективный метод. Как и во всех растворных методах, здесь проводят реакцию, осаждение продукта реакции из раствора исходных веществ, но на этот процесс воздействует микроволновым излучением микроволнового источника, используемого в бытовой микроволновой печи. Энергия микроволнов переходит к исходному материалу, что приводит к его быстрому нагреванию, в результате чего инициируется химическое взаимодействие. Механизм воздействия микроволнов на наносинтез пока практически не ясен. В литературе описано получение данным методом некоторых простых и сложных оксидов. В частности, получение нанокристаллического ванадата церии. В качестве исходных веществ использовать оксид ванадия, нитроцерия, гидроксид натрия и аммиак. Гидроксид натрия и аммиак нужен для того, чтобы осадить ванадат церии, полученные при смешивании этих двух растворов, и потом вы уже гидроксидом натрия и аммиака осаждаете ванадат церии. Оксид ванадия растворяют в щелочи с образованием ванадата натрия. К полученному раствору приливают раствор, содержащий стихиометрическое количество нитрата церии, и с помощью аммиака и уксусной кислоты придают раствору нужное значение ПА от 4 до 10. Раствор помещает в микроволновую печь мощностью 700 Вт и проводят синтез в течение 10 минут в результате включения 6С, включения 10С. Реакция синтеза ванадата церия протекает по следующему уравнению. То есть ванадат натрия плюс нитрат цезия плюс вода, получается ванадат цезия плюс азотная кислота плюс нитрат натрия плюс азотная кислота. После охлаждения до комнатной температуры осанок ванадата цезия отделяет от раствора центрифугированным или фильтрованием. Затем, конечно же, промывает и сушит на воздухе. Полученный таким способом ванадат цезия имеет размер зерен от 6 до 18 нанометров в зависимости от PH исходного раствора. Найменьшие частицы получают при проведении синтеза в нейтральной среде, то есть ближе к 6, к PH 6-7. Ну и здесь вот видите на этом рисунке изображение ванадат цезия получено микроволновым синтезом при PH равной 7. Микроволновый синтез имеет массу достоинств, его можно провести очень быстро, он прост и энергетически эффективен. Поэтому этот новый метод в настоящее время очень быстро развивается и находит, конечно, все большее применение. Это все, что касается метода под действием микроволнового излучения. Следующий метод, который мы с вами разберем, это метод быстрого термического разложения прекурсоров в растворе, РТДС. Вот он, метод быстрого термического разложения прекурсоров в растворе, РТДС. Метод основан на быстром охлаждении сверхкритических, флюидных, обычно водных растворов, в результате чего из пересыщенного раствора выкристаллизовывается осадок с частицами наноразмера. Сверхкритические растворы получают растворением соли, обычно нитратов, металлов в воде, с последующим их нагреванием под давлением в автоклаве. Температура проведения процесса 350 градусов, давление 3,100 мегапаскаль, время всего 4-6 секунд. После автоклавирования сверхкритический раствор фиксируется в приемнике, охлаждаемой дистиллированной водой при атмосферном давлении. Время снятия пересыщения, то есть время перехода сверхкритического водного раствора до кричистисти составляет 10-5, 10-7 секунд, в связи с чего происходит мгновенная кристаллизация вещества из раствора. Метод является, конечно, крайне неравновесным. Резкое снятие пересыщения приводит к быстрому образованию многочисленных зародышей продукта реакции и препятствует росту кристаллов, что и приводит к формированию частиц наноразмера. В литературе описан метод РТДС, синтекс оксидов железа и циркония с размерами частиц 25-27 нанометров и сверхкритических водных растворов, нитратов этих металлов. В сверхкритических растворах протекают следующие реакции. Нитрат железа плюс вода, получается феррум-2О3 плюс азотная кислота. И то же самое, значит, цирконий, нитрат циркония плюс вода, оксид цирконий плюс азотная кислота. Однако частицы оксидов не кристаллизуются, так как они хорошо растворимы в азотной кислоте, просто пойдет обратная реакция. При резком снятии пересыщения, резком умещении давления температуры происходит кристаллизация частиц оксида железа или оксида циркония наноразмера. Вот в чем заключается метод быстрого термического разложения прикурсоров в растворе. Метод РТДС. Значит, мы с вами сегодня прошли растворные методы. Значит, один из методов, который мы с вами прошли, метод комплексонатной гомогенизации. Значит, затем метод замены растворителя, метод под действием микроволнового излучения и метод РТДС, то есть быстрого термического разложения прикурсоров в растворе. Значит, на сегодня все. Спасибо за внимание. Спасибо.